Екатерина Викторовна Доброжеланова родилась в городе Киеве 5 марта 1943 года. В разгар Великой Отечественной за время войны ей пришлось побывать в оккупации, в концлагерях, пережить голод и страх. Бомбежка упала на дом, и там ночью старушка проходила, услышала крик. Это я как раз плакала. Она взяла на руки меня, зимой было дело, и отнесла рядом, там недалеко детский дом был. Когда меня привезли туда, у меня ни паспорта, ничего не было, потому что маленькую сразу убрали, документов не было. И когда говорят, что когда тебя привезли в этот детский дом, тебя взвесили на этом и написали, кто ты, какая, какой год. Ну не знаю, приблизительно дали и все. Ну не знаю, я правда говорят или нет. Ну кто говорит, что у тебя бирочка была здесь, когда принесли тебе маленькую. Через несколько недель в детский дом пришли немцы и оккупировали территорию. Всех детей и взрослых отправили в Германию. Все узники концлагерей были обязаны носить отличительные знаки на одежде, в том числе порядковый номер на руке или цветной треугольник на левой стороне груди и правом колене. Но отличительный знак девочки прикрепить не успели. Когда у нас номера брали, чтобы по очереди там берут номера, берут детишек, и очередь твоя пришла. Ну немец взял тебя на руки вот так вот. А ты в это время открыла глаза, увидела его и стала кричать, плакать, испугалась. Ну он, недолго думая, взмахнул и кинул меня в солому. Я пошла. Детишки быстренько рот закрыли, как говорится, чтобы я громко не плакала. И это привело к печальным последствиям. После освобождения девочку не могли найти. И только спустя три с половиной года Екатерина Викторовна вновь вернулась в тот самый детский дом. Что она видела и где была, никому до сих пор неизвестно. Я, конечно, долго не могла прийти в себя. Это рассказывали уже. Помню, что врачи возле меня сидели все время. Поздно я пошла в школу уже. Потому что никак не могла я это. Не знаю, что они там делали над нами. После детского дома Екатерина Викторовна отправилась в город Жданов, где поступила в училище на штукатурщика. Спустя три с половиной года она вышла замуж за военного и переехала в Саров, где вырастила двоих детей, а сегодня помогает в воспитании внука.